Посмотрим, как девочки готовы, очень хорошо идут. Давайте поддержим девчонок. Ииии! Тюменка Екатерина Борощук установила в этом году рекорд России по скалолазанию. Она преодолела дистанцию за 6,94 секунды, впервые выбежав из 7 секунд и приблизив результат к мировому. На планете такую скорость показывают менее 10 спортсменов. А школьница Лилия Сигмакова удивила поклонников воркаута, став призером гранд-финала международного конкурса премии уличной культуры и спорта карда. Она оказалась единственной в России, чисто выполняющей элемент горизонта. Очень-очень мало девочек выполняет элемент горизонта. Фактически чисто выполняю я почти одна. В том же конкурсе выяснилось, что в Тюмени живет лучший хип-хоппер в возрасте 11-15 лет Варвара Любимова. И лучший в стране ребенок-скейтбордист Андрей Замароев. Еще удивление года 7-летняя тюменка Елизавета Корытко установила рекорд страны по вису на двух руках без отрыва пальцев от перекладины. Результат девочки 5 минут 24 с небольшим секунды. Его официально включили в Книгу рекордов России. Книга рекордов России. Мне кажется, что это такая монетка прям большая. Она холодненькая от культуры. Триумф и на молодежных дельфийских играх России. Сразу 4 медали. Золото, серебро и 2 бронзы. Тюменцы доказали, у нас живут лучшие в стране музыканты и программисты. Самое главное труд, удача и все получится. Нам получается дали огромный объем данных, то есть статистику, какие-то файлы секвенирования, ДНК и так далее. Ну и сказали, придумайте что-нибудь интересное, как их обработать. И мы в свою очередь упростили этот процесс, создав своего рода виртуальную машину, которая все делает за нас. А еще в Тюмени работает лучший шеф-повар страны. Этого звания удостойна Наталья Трапезникова из ресторана-музея «Чум». С начала года заведение знакомит с северной кухней жителей всей страны, в том числе на ПМФ и выставке «Россия». Пальмовая ветвь, которую получила тюменский шеф-повар – престижная премия ресторанного бизнеса. И еще одна профессиональная победа. В Тюменской области в Заводоуковске трудится лучший в России водитель автобуса Федор Третьяков. Он занял первое место в всероссийском конкурсе профмастерства. Наш водитель прошел все испытания, в том числе не расплескав стакан с водой на особом модуле с препятствиями. Показал мастерство и в других тестах. Упражнение бокс. Завезд в бокс передним ходом и задним ходом бокс на 15 сантиметров. А еще в Тюменской области живут самые прекрасные девушки. Две наши землячки попали в топ-стюардесс мира 2023. Мария Посадских завоевала приз зрительских симпатий. А Александра Пешева вошла в пятерку самых красивых стюардесс планеты.